Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, со звуком все в порядке. Если все хорошо, можете просигнализировать огонечком, что меня слышно. Ага, чудесно. Итак, тема нашего сегодняшнего вебинара будет посвящена онлайн-сервисам, которые позволяют создавать интерактивное видео. Сегодня разберем разные инструменты, посмотрим на их возможности и надеюсь, у вас возникнут какие-то идеи, как вы можете их использовать в своей работе. Вообще, видеоролики, использование видео уже давно стало привычной практикой в библиотеке и чаще всего в учебных заведениях для объяснения новой темы, для закрепления пройденного материала, да и вообще для разных других целей. Видео очень активно используется. Но самая главная проблема при просмотре видео, может быть, вы даже с этим сталкивались, это пассивность участников просмотра видеоролика. То есть, если дать задание просто посмотреть видеоролик, а потом поспрашивать, что запомнилось из этого видео, что понравилось, что не понравилось, какие интересные факты они вынесли из видеоролика, то можем столкнуться с тем, что часть просто послушала и забыла, часть что-то запомнила, но не точно. В общем, проблема такая существует. Я сама, когда работала в школе, тоже с этим сталкивалась. Как выйти из этой ситуации? Ну, хотелось бы, чтобы видео было еще связано с какими-то вопросами, заданиями. То есть, возникает необходимость прикрепить к видеоролику, возможно, какую-то дополнительную информацию, может быть, какие-то упражнения, может быть, просто небольшую викторину, которая поможет активизировать просмотр и повысить эффективность видеоролика. Вот в связи с этим и начали появляться различные инструменты для создания так называемого интерактивного видео. Эти сервисы, эти инструменты позволяют решить сразу три задачи. Но некоторые инструменты предлагают, например, облегчить просмотр видео и прикреплять к видеороликам различные ссылки на интернет-ресурсы, дополнительные аннотации, комментарии, которые дают уже учитель или библиотекарь по ходу просмотра, чтобы видео было смотреть понятнее. Например, если у нас в видеоролике встречаются какие-то незнакомые слова для участников, то, вероятно, нужно расшифровать, что означают эти слова. Далее. Интерактивное видео позволяет сделать зрителей участниками процесса. Это чаще всего сервисы, которые позволяют создавать различные опросы, обсуждения, прикреплять задания различные, в том числе и игровые к видеороликам. Ну и третье задание, третья задача. Есть сервисы, их, правда, немного, которые позволяют сделать видео игровым. То есть, когда участник может самостоятельно выбирать сюжет видео, и в зависимости от того, какой выбор он сделает, сюжет пойдет в одну или в другую сторону. Это самый сложный вариант. Ну вот мы вот в этом порядке сегодня будем рассматривать наши сервисы. Я предлагаю для обсуждения просмотра 11 инструментов. На самом деле их много, их около 20. Это из того только, что я знаю. Я отобрала такие самые популярные, самые несложные и самые эффективные, на мой взгляд. Давайте их посмотрим. В чат я буду сейчас отправлять ссылки. Правда, сразу хочется сказать, что они со звуком, потому что это видеоролики. Если вы начнете их включать, то, может, звук в видео будет перекрывать мой звук. В общем, можно звук отключать, либо просмотреть просто задание, либо, если вам неудобно, так можете ссылочки сохранять, потом уже после вебинара в спокойной обстановке посмотреть. Итак, что нам нужно для создания интерактивного видео? Нам, собственно, нужен сам видеоролик. Это может быть ваш личный, собственный, авторский, либо вы можете взять любое учебное видео, любой видеоролик, который подходит под наши задачи. Но этот видеоролик нужно разместить в интернете. Большая часть сервисов, наверное, 90% всех инструментов предполагают, что видео будет размещено на хостинге YouTube. То есть нужен видеоролик с YouTube, точнее ссылка на этот видеоролик. С помощью этой ссылки мы будем добавлять видео в нашу викторину или наоборот викторину в наше видео вставлять. Вот, поэтому эта ссылка необходима. И тут сразу первая проблема возникает. Все мы знаем, что аккаунты на YouTube блокируются, видео удаляются, и вообще сами авторы видео, которые его разместили, могут его стереть в любой момент. Поэтому, как выйти из этой ситуации? Если неожиданно видео удалится, то и вся наша викторина тоже исчезнет с лица Земли. А не хотелось бы. Поэтому я, например, размещаю видеоролики на своем собственном канале. То есть я точно уверена, что ничего с этим видео не случится. И уже оттуда их вставляю в интерактивное видео. Либо вы должны быть на 100% уверены в источнике вашего видео. Только то, что канал не исчезнет, и видео не сотрется. Вот. Такая маленькая тонкость. Ну, а теперь к видеосервисам. Начнем мы с создания самого простого контента. Это видео с аннотациями, комментариями и ссылками на различные источники информации. Первый сервис достаточно простой. Называется он VideoAnt. Здесь можно создать видеоролик с пояснениями, которые будут находиться с правой стороны. По центру будет видео. С правой стороны будут пояснения к этому видеоролику. Ссылочку в чат я вам отправила. Про поэзию Сергея Есенина можно посмотреть, как это выглядит. Итак. Работает здесь очень просто. Во всех сервисах нужно сначала зарегистрироваться, естественно, а затем загрузить видеоролик с YouTube по ссылке. Ну, а дальше запускаем видео с помощью кнопочки вот этой, ну, знакомая, да, кнопка Play. Запускаем видеоролик. В нужный момент ставим его на паузу. В тот самый момент, когда нам нужно добавить аннотацию или какой-то комментарий. Добавляется через вот эту замечательную кнопочку с аннотацией. И тут же с правой стороны возникает свободное пустое поле, в которое мы будем вписывать свой текст. Видеоакт позволяет добавлять только текстовые комментарии. То есть здесь мы можем давать какие-то пояснения, подсказывать, какую книжку можно почитать по этой теме. К сожалению, ссылки здесь будут неактивными, поэтому здесь просто можно какую-то текстовую информацию совершенно спокойно вписать, заглавить ее каким-то образом. И при просмотре видео участник не только будет, собственно, сам видеоролик смотреть, но еще дополнительно получать какую-то информацию. Вместо обычного текстового комментария мы можем написать здесь вопрос. И тогда участники будут на него отвечать. Ответы на вопросы можно по старинке организовать, да, то есть участники посмотрели видео, потом ответили на вопросы где-то там на листочках, тетрадках и так далее. Можно попробовать прокомментировать. Есть кнопка для добавления комментариев, но, к сожалению, комментаторам надо будет зарегистрироваться. Это не очень удобно для учеников, например. Но вдруг, если публика довольно лояльно к этому относится, можно попросить оставить комментарий, зарегистрировавшись, и тогда можно целую дискуссию здесь организовать рядом с видеороликом. Вот такой довольно простой инструмент. На выходе мы получаем ссылку на наше интерактивное видео и можем ее рассылать участникам, делиться в социальных сетях и каким-то другим способом распространять. Похожий инструмент называется таймлайн, или у него возможности чуть-чуть побольше. Но если я вам добавлю ссылку в чат, вы можете сами в этом убедиться. Он тоже позволяет добавлять комментарии к видеороликам, видеороликам, видеоролики тоже с YouTube. Точно так же мы копируем ссылку на видео, вставляем в сервис, загружаем сам видеоролик, а дальше точно так же запускаем фрагмент в наш видео в нужный момент, ставим на паузу и добавляем интерактивность. Вот таким образом выглядит. Они даже похожи друг с другом. Тоже с правой стороны будет поле, в которое мы будем вписывать наш текст. Дополнительно к этому тексту мы можем добавить фотографию, фото грузится с компьютера, и можно даже подключить веб-камеру с микрофоном и сделать запись себя любимого. То есть прокомментировать что-то, но уже в режиме видеозаписи. К каждому фрагменту видео можно прикрепить небольшую видеозапись продолжительностью 40 секунд. Если мы не любим писать, то можно попробовать это все озвучить. Кстати, веб-камеру подключать не обязательно, можно записать просто голос за кадром. Тогда нужен только микрофон. И таким образом мы тоже любое количество комментариев, либо текстовых, либо фото, либо видео, кстати, можно и то, и другое, и тексты фото, и тексты видео. К сожалению, фото и видео вместе не собираются, а вот текст, к тексту можно прикрепить любой вариант. Ну и после этого опять-таки мы получаем ссылку на наше видео и можем его распространять в сети. Этот сервис тоже довольно простой для освоения. За полчаса можно вполне себе сделать очень простое видео интерактивное и тоже поделиться. Точно так же работает, как и видеоант, но возможности у него чуть-чуть побольше. Переходим к следующему разделу нашего вебинара. Это самый многочисленный, пожалуй, раздел сервисов. Это сервисы, которые позволяют добавлять к видеороликам задания, опросы, тесты, викторины и разные другие игровые или развлекательные упражнения. Как решается вопрос с авторским правом, если используете не свои ролики? Ну, вы должны автора попросить разрешение на использование, либо у вас внутри видеоролика должен быть прописан автор. Как правило, авторы себя в самих видеороликах и прописывают. Поэтому вот таким образом решается этот вопрос. Ну, давайте посмотрим. Начнем мы с самого простого инструмента, который у нас всегда под рукой. Это моя любимая Google Forma. Сервис для создания тестов, викторин, опросов, голосований и много чего еще другого. Но стоит напомнить, что у этого сервиса есть возможность вставки видео. Видео тоже с YouTube добавляется. Вот, пожалуйста, кнопочка в красную рамку. Я ее вынесла. Это кнопка для добавления видеороликов. Как здесь все работает? Мы создаем форму. Напомню, что для создания Google Forma нам нужен аккаунт Google обязательно. Создается Google Forma на Google Диске в вашем личном кабинете. Ну, а для начала мы, собственно, вставляем видеоролик первым этапом. Прописываем к нему небольшое задание. Ссылочку я вам дала. Там у меня видеоролик, посвященный биографии Тургенева. Я загрузила видео и дописала задание к действию. Ну, задание очень простое. Посмотрите видео, ответьте на вопросы. А дальше уже следующим номером программы я начала добавлять вопросы к этому видеоролику. Вопросов здесь достаточно много вариантов. К каждому вопросу можно добавлять еще картинки. И более того, можно делать вопросы обязательными. То есть без ответа на эти вопросы участник не сможет отправить вам сделанную работу. Это важно. Если вы преподаватель, и вам важно отслеживать результаты ответов на вопросы, то мы можем один из вопросов прописать, в котором участник будет представляться, писать свою фамилию, имя. И тогда каждый учитель, каждый преподаватель может точно знать, как ответил кто из его учеников. Сервис абсолютно бесплатный, без ограничений работает. Что здесь могут быть за вопросы? Вот весь список. Ну, самые распространенные, они находятся вверху списка. Это открытые вопросы в виде строчки и в виде абзаца. Ну, в виде строчки, когда в поле для ответа будет всего маленькая строчечка. Подходит, например, для написания своего фамилии, имени, отчества. И есть большие поля, целые абзацы, когда вы предложите какой-нибудь вопрос для обсуждения, когда потребуется больше, чем одно предложение. Тогда можно выбрать абзац. Это открытые варианты. Есть еще вопросы закрытые, где нужно выбрать один из списка, то есть один вариант, несколько из списка, либо выбрать что-то из раскрывающегося списка. Есть вот такая опция, как загрузка файлов. Можете в качестве ответа на вопрос предложить участникам загрузить какой-то файл, написать, например, сочинение и прикрепить его к опроснику. Есть еще более экзотические варианты, допустим, когда нужно выбрать что-то по шкале, в сетке, в таблице или написать просто дату и время. То есть здесь практически предусмотрены все возможные варианты вопросов. Есть еще очень полезная опция. Называется она автоматическая проверка. Если у нас вопросы, где нужно выбрать что-то из предложенных вариантов, то есть тот вариант, когда можно автоматом это все проверять, тогда есть возможность настроить. Такая опция называется тест. Находится она в настройках формы. Включаем эту опцию тест. Ну и дальше выставляем необходимые опции. То есть можем показывать сразу же участникам их ответы, правильные и неправильные, после отправки формы. После того, как они ответили, они получат сводку, что у них верно, что неверно. Естественно, за каждый правильный ответ начисляются баллы. Максимальное количество мы можем прописать. По умолчанию один балл за все. Но мы можем дифференцированно подойти к этому вопросу. За какие-то вопросы посложнее даем большее количество баллов. Это все прописывается к каждому вопросу. И таким образом у вас сервис автоматически начнет считать все баллы за все правильные ответы. И участник в конце тоже эти баллы увидит. Это называется автоматическая проверка. Если у вас вопросы открыты, то проверять вам придется их вручную. Сервис позволяет создавать Google-таблицу, в которой будет вся эта информация сохраняться. Более того, вы можете просматривать сводку по ответам в отдельной вкладке, которая так и называется – ответы. Там ответы каждого участника в среднем по классу, по группе. И более того, там диаграммы разные красивые нарисованы со статистикой. Какие вопросы лучше отвечены, какие хуже и тому подобные вещи. И дополнительно, естественно, эту форму можно раскрасить. Выбрать цвет, картинку прикрепить какую-нибудь. В общем, все здесь достаточно несложно и на русском языке. Более того, еще одна хорошая вещь. Здесь можно пригласить соавторов к работе над викториной. Допустим, совместно с каким-то другим учителем попридумывать вопросы, пригласить его в работу. Ну или организовать совместную деятельность с учениками по созданию такого интерактивного видео. Тоже интересный проект. Да, я увидела в чате комментарий с тремя восклицательными знаками. Да, при загрузке файлов у респондентов должен быть аккаунт. Ну, в общем, я не могу как бы все охватить. Подробнее по каждому вопросу, по каждому варианту ответов можно посмотреть в обучалках к этому сервису. У меня тоже есть подробная обучалка. Там про это тоже рассказывается. Идем дальше. Еще один хорошо известный сервис, о котором много я уже говорила, сервис называется Learning Apps. Сервис для создания различного интерактивного контента на русском языке. Позволяет создавать тренажеры, игры, презентации. Нет, презентации не позволяет. Игры, викторины, кроссворды. И в том числе есть у него шаблон для создания интерактивного видео. Называется это аудио-видео контента. Что нам нужно? Зарегистрироваться. И найти видеоролик опять-таки на ютубе. Или свой какой-нибудь загрузить на ютубе, к которому мы будем добавлять задания. Единственное отличие от всего остального, от всех остальных сервисов, в том, что здесь задания нужно придумать заранее. И задания должны быть созданы в сервисе Learning Apps. То есть мы не можем какие-то сторонние задания сюда пристроить. Нам нужно эти задания создать именно в этом сервисе. Здесь более 19 шаблонов. Мы можем посмотреть все из них, посмотреть примеры по каждому из них. И далее выбрать то, что нам подходит для заданий. Заранее все продумать. Эти задания создать в своем личном кабинете. И сохранить, конечно же. У сервиса есть хорошая опция. Я не знаю, насколько это... Сейчас меня опять забросают помидорками, что это нарушение авторского права. Но я все равно об этом скажу. Дело в том, что здесь, если вы найдете какую-то игру и викторину, под этой игрой и викториной, созданной другим автором, есть кнопочка, которая позволяет на основе этой викторины создать свою. То есть, по сути, ее сохранить к себе в личный кабинет и переработать. То есть, если эту викторину уже кто-то создал, и она очень хороша, и она подходит под нашу задумку, то мы можем ее сохранить в свой личный кабинет и использовать для своего интерактивного видео. Ну, грубо говоря, вот так. Естественно, мы ее можем переработать тоже, но, тем не менее, такая опция здесь тоже возможна. Ну, давайте посмотрим. Итак, допустим, мы создали три каких-то задания или больше, столько, сколько захотим. Начнем мы с примеров. Я вам парочку примеров отправлю. На самом сайте вы тоже можете найти примеры. Там есть поисковая строка и поиск еще по контенту, по видам контента. Если вы откроете шаблон аудио-видео-контент, то можно посмотреть сразу большое количество разных примеров. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, мы выбрали шаблон аудио-видео-контент. Начинаем заполнять конструктор. Придумываем название видео, какое-то задание прописываем. Самое интересное – это добавление вопросов. И вот здесь небольшая сложность. Нам видеоролик придется открыть в отдельном окошке. И вот эти временные отсечки, когда будут появляться задания или вопросы, или комментарии, придется выставлять вручную. Вот именно в таком формате. Минута, двоеточие, секунда. То есть, вот, например, это задание будет появляться на 27 секунде, по моей задумке. Это все придется писать вручную. Тут, к сожалению, нет ленты времени, где мы можем это все устанавливать. Дальше. Дальше у нас два поля. Поле «Вставка» и поле «Вставка» app. Поле «Вставка» – это в этом поле мы вписываем комментарий. То есть здесь есть возможность просто написать какой-нибудь текстовый комментарий к этому видеоролику. Вот, пожалуйста. Я его и написала. На 31 секунду его разместила. А если мы хотим вставить уже заранее созданное упражнение, то тогда мы идем в раздел «Вставка» app. Нажимаем на кнопочку рядом с этой вставкой. Вот она. «Выбрать приложение или упражнение». Нажимаем на нее. Открывается наш личный кабинет, и мы выбираем то, что нам нужно. Задание. Вот оно здесь у меня в кружочке уже появилось. И таким образом мы на определенные моменты видеоролика прикрепляем наши игры. Обязательно в конце сохраняем на кнопочку, нажимаем и смотрим, как все получилось. Сервис достаточно тяжеловесный, надо сказать, потому что сами игры, они достаточно тяжеленькие. Поэтому к одному видео максимально, наверное, прикреплять 3-4 задания. Больше, наверное, не нужно, особенно если задания объемные. Например, разгадать кроссворд или какая-нибудь викторина из 15 заданий и вопросов. Это долго. Поэтому 2-3, ну максимум 4 задания – это вполне оптимальный вариант для создания такого интерактивного видеоролика. В общем, тоже здесь достаточно несложно, но, как вы видите, есть небольшие тонкости. Часто спрашивают про статистику. Здесь в Learning Apps статистика только просмотров. Вы можете в своем личном кабинете увидеть, сколько игроков посмотрело интерактивное видео. Вот была здесь раньше возможность создавать классы, и отслеживать эти все просмотры. Но сейчас такой опции нет. В других сервисах есть, про них я тоже не забыла. Итак, вот как раз один из них. Сервис Joyetech. Это мы дошли уже до отечественных производителей. Это сервис, созданный нашими отечественными программистами. Более того, создавал его учитель. Этот сервис позволяет создавать квесты, викторины, и в том числе у него есть шаблоны для создания интерактивного видео. Парочка ссылочек у меня в чате есть. Сервис тоже опирается на видео из YouTube. Здесь на этом скриншоте достаточно понятно, наверное, как это все работает. Вставляем ссылочку. Видео загружается. С правой стороны мы можем дописать аннотацию, описание, либо мы можем здесь какой-нибудь призыв к действию написать в отдельное поле. Ну и дальше, если раскрыть весь выпадающий список, можно увидеть, что к видеоролику можно добавлять предисловия, задания с множественным одиночным выбором, открытый вопрос и комментарий. В общем, весь основной инструментарий здесь присутствует. Joyetech работает с некоторыми ограничениями. По-моему, сейчас в бесплатном тарифе можно создавать до 30 видеоуроков, до 30 различных упражнений, заданий. Дальше уже предложат приобрести платный тариф. Он здесь тоже есть, поскольку у сервиса отечественной можно приобрести платную подписку, если сервис понравится. Ну, мы попробуем с бесплатными вариациями. Итак, как здесь все работает? Предисловие вписывается без привязки к какой-либо минуте видео. Это задание какое-то, может быть, тоже какая-то аннотация. Ну, предисловие, одним словом здесь все сказано. А далее работает все точно так же по стандартному. Запускаем видеоролик, ставим на паузу и добавляем какой-то вариант из нескольких. Либо выбор, где нужно несколько ответов правильных отметить, либо только с одним правильным, либо открытый вопрос, где нужно вписать свой ответ самостоятельно. Ну, давайте смотреть. Вот, пожалуйста, одиночный выбор. Так выглядит вопрос. Собственно, множественный похож на него абсолютно. Просто здесь у нас будет отмечен только один правильный вариант. Во множественном выборе несколько вариантов будет отмечено. Проверка здесь будет автоматическая. То есть сразу увидите, правильно вы ответили или неправильно. Что касается открытого вопроса. В открытом вопросе, когда мы будем его создавать, нам тоже нужно предусмотреть варианты ответов. И правильные варианты ответов, которые может дать ученик. То есть, допустим, ну, правильный ответ, там будет какое-то слово. Это слово можно написать с большой буквы, с маленькой буквы. Несколько вариантов представить, чтобы все они засчитались как правильные. И вот так, двигаясь в поле антивремени, расставляем вопросы или по комментарии к видеоролику. Поле для комментариев выглядит очень просто. Мы тоже ставим видео на паузу и вписываем какой-то текст в поле для комментариев. То есть вот в моем видеоролике про Прометея тут встречается имя Перси Биши Шелли, поэта-романтика, не все школьники знают, кто это такой. Вот, поэтому комментарий необходим. Поэтому я решила, что здесь должен быть комментарий. С небольшим пояснением, кто этот человек. Под видеороликом мы увидим значки, которые обозначают либо вопросы, либо комментарии. Ну и далее, после того, как мы все расставили по ленте времени, все вопросы и задания, и комментарии добавили. Дальше идем в настройки. Платные настройки помечены значком короны, бесплатные, собственно, все остальные. Здесь можно, например, попросить участников их данные передавать. Ну, перед началом видео тогда будет включаться опция, где участники должны написать свою фамилию и имя. Это для учителей подходит, потому что теперь вы можете просматривать результаты деятельности каждого ученика в личном кабинете. Статистика будет уже не анонимная, а персонифицированная. Далее, мы можем разрешать пользователю перематывать видео назад и можем еще показывать ему общий результат после того, как он дойдет до конца видеоролика. Поиграв с этими опциями, мы можем выбрать то, что нам подходит в данный момент. Нажимаем на кнопку «Далее» и получаем ссылку на готовый видеоролик. Теперь им можно поделиться с учениками. Так что достаточно тоже несложный сервис. Работается в нем довольно хорошо, удобно. Ну, и подходит и для учителей, и для библиотекарей. Вот так выглядит уже готовый видеоролик. Если бы ссылочка открылась, то вот в таком виде видеоролик здесь бы у нас был представлен. Список всех возможных заданий и вопросов, и здесь они расставлены по ленте времени. Идем дальше. Еще один сервис называется EducaPlay. Что это такое? EducaPlay – это очень хорошая платформа, на самом деле образовательная. Чем-то напоминает Learning Apps, но тоже есть своя специфика. Она на английском языке. И нужно в ней немножко разобраться, потому что, например, конструктор для создания интерактивного видео здесь немножко будет отличаться. Всего здесь предлагается 18 разных шаблонов для создания игр, викторин, паззлов, кроссвордов, интерактивных диктантов. Поддерживается русский язык. И поэтому сервис можно использовать и в том числе для русскоязычных заданий и упражнений. Опять-таки нам понадобится видео с YouTube, которое мы вставляем. Ну, а дальше начинаются интересности. Как здесь все работает? Если в предыдущих сервисах мы просто ставили видео на паузу и вставляли нужный нам вопрос или задание, то здесь у нас на ленте времени появляются две такие вот стрелочки, два маркера. Они нужны для того, чтобы выделить фрагмент видео. Здесь немножко другой принцип. Мы все видео будем делить на фрагменты и к каждому фрагменту добавлять свой вопрос, свое задание. Вот эти стрелочки как раз и нужны для того, чтобы эти фрагменты вычленять внутри видео. Они свободно мышкой двигаются по этой ленте. Левая стрелочка – это начало фрагмента. Если у нас в видео мы хотим, чтобы все смотрели сначала, то мы ее ставим в самое начало. Вторая стрелка – это окончание. Вот как раз в этой временной отсечке, 5 секунд, будет появляться вопрос или задание. Как только мы эти стрелочки поставили, вот только после этого мы уже можем добавлять вопросы. Вопросов здесь всего два. Типа есть открытые, есть с выбором. Давайте смотреть. Вот, пожалуйста. Вопросы с выбором. Называются сингл и мальтипл. Из названия понятно, что сингл – это когда у нас правильный ответ будет только один, мальтипл – когда у нас правильных ответов будет несколько. И открытые вопросы. Риттен и вайт риттен. Риттен – это у нас когда надо писать в одну строчку, а вайт риттен дается большое количество места, где можно вписывать уже не только одно из два слова, а несколько предложений. Ну вот, перед нами конструктор, самый простой для создания обычного вопроса с одним правильным ответом. Вписываем вопрос, выбираем его тип, вписываем варианты ответов, подмечаем, естественно, правильный. И здесь еще есть опция прикрепления файлов. Вот эта вот скрепочка. Она позволяет прикреплять к каждому варианту ответов какой-нибудь файл. Ну, чаще всего это может быть картинка. Вот. Ну, можно даже PDF прикрепить. С компьютера это все загружается, если захочется. Даже вот такое грузит. Ну, и мы можем еще здесь дописать обратную связь, дополнительную информацию, которую увидит участник, когда он на вопрос ответит. И сохраняем. И опять возвращаемся назад. Опять это поле со стрелочками. Мы выделяем новый фрагмент и к нему прикрепляем новый вопрос. Вот. Мне понадобилось примерно около часа, чтобы разобраться в этой конструкции, поскольку обучающих материалов очень мало, и они не очень понятные. Поэтому пришлось на своей практике разбираться. Но когда уже поймешь, что здесь как работает, становится немножко проще. Вот. Таким образом мы каждый фрагмент подкрепляем каким-нибудь вопросом. Сохраняем. Что у нас происходит дальше? Дальше мы получаем, естественно, ссылку на нашу игру. Мы можем ее вставить на сайт и в блог даже и делиться таким образом с участниками. Здесь в этом сервисе есть статистика. Мы можем посмотреть по участникам, как они отвечали, вопросы, как они реагировали на этот видеоролик. Все это в статистике есть. Вкладка называется «Reports». Единственное, что здесь нет каких-то классов, и мы можем тоже статистику смотреть, но она, по сути, будет немножко анонимной. Если нам нужна, опять-таки, статистика, а не анонимная, а мы хотим контролировать процесс, то, наверное, стоит обратить внимание вот на эту платформу. Называется она «Неопод». Это тоже обучающая платформа для создания разного вида контентов. Презентации, игры, викторины. В том числе, опять-таки, есть шаблон для создания интерактивного видео. «Неопод» – платформа не абсолютно бесплатная. У нее есть ряд ограничений. Она несколько раз меняла свои тарифные планы. Вот на сегодняшний момент история такая. Здесь при регистрации будет выдаваться 300 мегабайт свободного пространства. И в пределах этого пространства можно создавать любое количество контента. Главное – уложиться в эти 300 мегабайт. То есть здесь можно создать и презентацию со слайдами стандартную, и интерактивное видео, есть и игры различные. Единственное, что здесь созданный материал мы предназначаем для какой-то группы участников. И дальше потом смотрим, как они с этим материалом взаимодействуют. Давайте посмотрим. Конструктор здесь довольно простой. Возвращаемся к стандартной процедуре. Загружаем видео с YouTube, запускаем его, ставим на паузу и нажимаем на кнопку «Добавить активность». Синяя кнопка – это «Activity». Вопросов всего здесь два. «Открытый» и «Закрытый». Вот вариант закрытого вопроса, где нам нужно отметить один или несколько правильных ответов. Здесь никаких чудес нет. То есть здесь нельзя прикреплять картинки какие-то. Здесь, естественно, что есть кнопочка для добавления математических символов. И все. Стиль «Минимализм». Отмечаем правильные ответы и переходим к следующему вопросу. Опять возвращаемся назад, ставим видео на паузу и добавляем что-то новенькое. И вот таким образом действуем. Что еще здесь можно сделать? Здесь можно видеоролик еще подрезать немножко. Здесь опция есть «Обрезки». Если видео очень длинное, его можно сократить. То есть отрезать у него либо начало, либо окончание. Далее. А далее начинаются интересности. То, с чем мы раньше не сталкивались. Сервис «Неопо» дает возможность созданное интерактивное видео предложить в качестве домашнего задания. Называется этот режим «Student Paste». Вот эта желтая кнопочка. И можно провести игру, вот эту с интерактивным видео, в режиме реального времени. Называется «Live Participation». В этом случае участникам игры нужны будут мобильные устройства. Я понимаю, конечно, что в сегодняшней ситуации, когда мобильные устройства запрещены на уроках, это может быть не очень актуально, но это довольно интересно. Игра в режиме реального времени. Как это может происходить? Здесь есть два режима. Первый режим называется «Chitcher Place». Это когда видео показывается на устройстве учителя, например, на компьютере учителя, и проецируется на экран. А вопросы появляются на девайсах у учеников, и они будут отвечать за своих смартфонов. Другой вариант «Student Play». Это когда учитель не включает экран, и когда студенты получают и видео, и вопросы на свое устройство, и с ними работают. Выбираем режим работы. Дальше сервис выдает нам ссылку, код. Ну и с помощью этой ссылки и кода учащиеся заходят внутрь сервиса, учитель запускает игру, либо они запускают ее сами, если у них на их устройствах все расположено, и играют таким образом. Такой вариант. Если у нас домашнее задание, то нам нужно установить срок его выполнения. Вот я вам ссылочку дала на этот сервис. Здесь я срок выполнения заданий установила максимальный. Максимально здесь на год можно срок установить, дальше уже не получается, то есть до конца 2024 года можно этот срок установить. Дальше мы получаем ссылку, есть код, можно встроить на сайт в блог, можно этой ссылкой поделиться со своими учениками. Если срок истечет, то уже доступ к интерактивному видео будет недоступен, и мы можем уже приступать, собственно, к проверке задания. Здесь тоже есть вкладка «Репорт». Здесь нет каких-то классов, куда мы будем регистрировать учеников. Перед просмотром видео нужно будет просто представиться. И если вы ссылочку откроете, то там первый же экранчик, который будет появляться, это то, что надо вписать свое имя, я надеюсь, вы разобрались, или никнейм. Имя обязательно, никнейм по желанию. И тогда теперь у нас статистика уже будет, что называется, персонифицированная, и мы по каждому участнику сможем посмотреть, где он ответил верно, где неправильно. Статистика очень подробная. Ну и дальше можем корректировать свой учебный процесс в зависимости от тех результатов, которые мы получили. И еще одна есть опция «Неоподс интегрирован с сервисом Zoom». Тоже может быть уже не актуально, но тем не менее эту же игру можно провести еще и в Zoom. Подключить сюда Zoom, разослать всем ссылку и поиграть в режиме онлайн. Тоже вариант. Ну и если вы увидели знакомый значок, эту же викторину можно еще интегрировать в Google Class. Так что здесь большое количество всевозможных опций, возможностей. Можно этим всем пользоваться. Что касается учебных сервисов, есть еще один. Называется он PlayPosit. Это как раз классический вариант сервиса. Он, кстати, давно существует в интернете. Несколько раз менял свой интерфейс. Он как раз тот вариант, когда нам нужно создавать учебные классы. И задания адресованы только учебному классу. То есть я для того, чтобы вам эту ссылочку сейчас представить, я создала учебный класс. И вы как будто бы ученики моего виртуального учебного класса. И вот ссылочка я с вами поделилась. То есть все задания закрыты. То есть их вот так вот просто не посмотришь, только по ссылке. В интернете их никаким образом обнаружить нельзя. То есть такая вот закрытая платформа, которая тоже позволяет создавать интерактивные видеоролики. Тоже есть ограничения. У этих роликов должно быть не больше 100 просмотров в месяц по условиям бесплатного тарифа. Если количество учеников у вас меньше 100, то это вполне себе подходит. Если учеников больше, то, вероятно, придется создавать несколько аккаунтов и как-то разносить это по разным страничкам. Но давайте все равно я объясню, как здесь что работает. Немножко сложноватый сразу скажем сервис. Тут много возможностей, они очень хорошие, но придется за полчаса не разобраться, придется потратить немножко больше времени. Нам тоже нужно видео с YouTube, как обычно. Мы его загружаем через кнопочку «Добавить видео». Оно тут же у нас здесь отображается и справа, и слева. Слева мы можем его проиграть. Вот у нас стрелочка есть для проигрыша. Как только нужно что-то добавить, какой-то вопрос, какой-то комментарий, нажимаем на «Стоп» и, собственно, добавляем интерактивность. Что по интерактивности? Вот весь полный перечень интерактивных возможностей. Их тут действительно много. Вопросы с одиночным и множественным выбором. Когда мы выбираем либо один правильный вариант, либо несколько. Открытые вопросы. Игры с заполнением пропусков. Ну, это что-то наподобие интерактивного диктанта, когда у нас какой-то текст вставляется, и внутрь текста вместо пропусков нужно вписать нужные, подходящие по смыслу слова. Либо буквы, либо знаки пропинания, что угодно. Дальше. Здесь есть еще такие варианты, как опросы и дискуссии. То есть мы можем организовать опрос, проголосовать за, против, либо целую дискуссию развернуть, но в этом случае участникам придется зарегистрироваться, чтобы дискутировать. Далее. Есть возможность добавлять различные аннотации, комментарии. Это называется пауза. Есть возможность добавлять встраиваемые объекты. Вот про пирамиду Хеопса. У меня там все построено всего на трех типах вопросов. Вопрос с выбором, комментарий и встраиваемый объект в самом конце. Сразу скажу, что минус там, что вы эти вопросы не увидите на ленте времени, они никак не обозначены. То есть пока видео не начнешь просматривать и не дойдешь до какого-то момента, вопросов не видно. Такая вот хитрость. Ну и, наконец, есть еще PDF-файл. Мы можем с компьютера загрузить какой-то PDF и прикрепить ее, эту массу, к видеоролику. Возможности достаточно много. Конструкторы похожи у всех, поэтому я выбрала вариант Multiple Choice. На этом примере покажу, как здесь устроено все. Вот конструктор для добавления вопроса. Вопрос прописываем, варианты ответов, столько, сколько нужно. И плюс к каждому вопросу и к каждому ответу мы можем добавлять аудиофайл. Но аудиофайл – это такой, знаете, как озвучка. То есть мы прикрепили микрофон, начитали этот вопрос или этот ответ своим голосом и прикрепили. Вот такой аудио. Дальше. Можем добавить фотографию с компьютера, загрузить и к вопросу, и к ответам. Дальше. Есть настройки. Мы можем сделать вопрос обязательным. И нужно сделать, чтобы видео остановилось для вопроса. Это вот обязательная настройка. Мне кажется, ее нужно обязательно включать. Дальше. Остальные уже вспомогательные. Мы можем перемешать ответы, мы можем разрешить возразиться назад, пересмотреть какой-то фрагмент видео. И можем даже разрешить несколько попыток. Если с первой попытки не ответил, то можно разрешить, чтобы пытался до тех пор, пока не ответит правильно. Плюс есть здесь еще дополнительные настройки у каждого вопроса, через которые можно еще дополнительно что-то придумать. Ну, например, добавить обратную связь можно к каждому варианту ответов. Если ответ верный, мы можем написать «Молодец, так держать». Если ответ неправильный, мы можем написать, что это неверно и какую-то там поощрительную надпись. Попробуй еще или что-то вроде этого. Есть здесь еще такая штука интересная, называется add jump. Ну, если дословно переводить, то это добавить прыжок. Я бы это называла скачок во времени. Что это такое? В зависимости от того, какой ответ даст ученик или игрок, мы перемещаемся по видеоролику либо назад, либо вперед. Ну, например, если он ответил правильно, то мы просто продолжаем смотреть видеоролик без всяких прыжков. А вот если он ответил неверно, мы можем вернуться назад, включить вот этот прыжок и отмотать видео на тот фрагмент, где есть ответ на этот вопрос, который поможет ответить еще раз. Ну, например, назад. До этого включаем опцию add jump и просто на ленте времени отмечаем, в какой фрагмент нужно перекинуть ученика. И теперь у нас получается такой, как квест. То есть мы будем перемещаться по видеоролику то вперед, то назад, в зависимости от наших ответов. Интересная опция, это не у всех есть сервисов, из нашей подпорки только у двух. Вот здесь такая есть возможность. Обязательно сохраняем вопрос через кнопочку дан. Он встает к нашему видеоролику, и мы можем дальше продолжить просмотр и добавить что-то другое. Вот таким образом все здесь и добавляется. Анотации, PDF-файлы добавляются еще проще. Я уже не стала лишние скриншоты делать. Там просто поле, в которое мы что-то вписываем, загружаем PDF и сохраняем. Ничего сложного здесь нет. Отдельно хочется сказать про возможность добавить, ну вот он, скачок. Отдельно хочется сказать про возможность добавить встраиваемый объект. Называется эта опция WebEmbed. Что это такое? Мы можем внутрь этого видео вставить задание из другого сервиса. Ну вот я взяла Ленин Эпс, взяла ссылочку на Crossword и сюда внутрь этой викторины вставила. И она интегрировалась. Вот она у меня появилась здесь. Я как раз про пирамиду Хеопса там самый конец вставила как раз, по-моему, Crossword по этой тематике. Всего лишь нужна ссылка. Так можно экспериментировать с любыми другими сервисами. Здесь нет списка, что поддерживается, что не поддерживается. Здесь придется вручную методом проб и ошибок смотреть. Ну вот Ленин Эпс, например, интегрировался. Можно попробовать какие-нибудь другие сервисы. Вот. Далее. После того, как у нас все это создалось, мы все это добавили, обязательно сохранили это все. Далее нужно поделиться. После того, как мы заявили о своем желании, что нам нужна ссылка, нам тут же сервис скажет, что нужно создать класс. И делать нечего, придется класс создавать, иначе ссылку мы не получим. Если действительно вам нужна, то, естественно, создаем классы, там называем 8а, 8b, как угодно. Мне нужна просто была ссылка. Поэтому я условный класс создала, так его и назвала мой класс. А далее я выбираю через календарик, до какого срока будет возможен доступ к этому видео. Наукат выставила вот эту вот дату, потом я ее продлю, естественно, чтобы доступ был дальше к этому видеоролику. Нажимаю ОК, сохраняю, и только после этого я смогу, наконец, получить ссылку. И вот этой ссылкой я с вами сейчас поделилась. Далее. Ссылка здесь разная бывает. Если открыть настройки, я сделала настройки, нет, я не сделала, тогда расскажу так. Если открыть настройки к классу, то мы можем сделать так, чтобы участники представлялись, чтобы они писали перед тем, как отвечать на вопросы свое имя и фамилию, чтобы они регистрировались в класс, если нужно. Вот можно эти опции отключить. Я отключила. Поэтому у меня, если открыть ссылку, сразу пойдет видеоролик. Там представляться не надо и регистрироваться тоже не нужно. Но если вы хотите дальше работать с этим сервисом, то может иметь смысл попросить участников хотя бы представиться. Тогда вы можете уже более подробно по каждому ученику смотреть статистику. Она здесь очень хорошая. И можно регистрироваться. Тогда участники будут прямо записываться в ваш класс, и вы их там списочком всех увидите. Вот такая вот дополнительная возможность. В общем, здесь очень много всего. Все довольно интересное, но придется немножко поэкспериментировать и разобраться. Время нужно. Наш ответ к сервису PlayPosit – это, я бы сказала, сервис удоба. Это наш отечественный инструмент, он очень хорошо знаком. У меня был отдельный вебинар на эту тему. Давайте я напомню, что есть у этого сервиса шаблон, который называется интерактивное видео. Это как раз он сейчас и открыт. Опять-таки, для работы нам нужно загрузить видеоролик, а дальше добавлять различного рода задания, упражнения, викторины. Задания, упражнения, викторины здесь создаются прямо по ходу. Их заранее создавать не надо. Более того, видео здесь как раз можно загрузить со своего компьютера. Правда, есть ограничения, оно не должно весить больше 10 мегабайт. Такие вот ограничения. Если в хорошем качестве видеоролик, то это проблематично, я бы сказала. Либо видео должно быть очень коротеньким. Поэтому все равно мне пришлось загружать с YouTube, как бы я не хотела с компьютера это сделать. Ну, а дальше переходим во вкладку «Добавить взаимодействие», где мы, собственно, и будем добавлять к видеоролику разного вида контента. Вот вид контента. Вот я его тут весь пронумеровала. Я сейчас просто по порядку, по бумажке прочитаю, что здесь есть что. Потому что у меня здесь даже подписи не поместились, только циферки. 17 видов разнообразного контента можно вставить внутрь видеоролика. Пожалуй, это максимальное количество из всех сервисов. Итак, если идти по порядку от первой циферки к 17-й, можно добавить надписи, тексты, таблицы, ссылки, изображения, векторины на основе утверждений, векторину с одним правильным ответом, вопрос с несколькими правильными ответами, вопрос, правда или ложь, задание «Заполнить пропуски», задание, которое называется «Тащи и бросай». Ну, что это такое? Например, у нас картинка, нужно определить, что нарисована картинка. Есть несколько вариантов ответа. Нужно в эту картинку бросить, притащить мышкой правильный ответ. Поэтому так и называется «Тащи и бросай». «Тащи и бросай» – это у нас был 11-й. Дальше, 12-й – это «Отметь слова», то есть какой-то фрагмент текста, где нужно отметить правильные слова по заданию. Дальше, задание «Перенеси слова». Это примерно то же самое, что и «Заполни пропуски». То есть мы берем слова из списка и переносим их в нужное место внутри текста. Дальше, 14-й такой значок, у нас перекресток там нарисован. Это у нас вопрос ветвления. Это то же самое, что «Скачок во времени» у сервиса «Плейпосит». Когда мы перемещаемся в зависимости от нашего ответа, то вперед, то назад. Дальше, здесь возможность добавить так называемые горячие точки, горячие метки и прикрепить к ним гиперссылки на другие веб-ресурсы. И, наконец, здесь есть возможность добавить анкету. И вопрос с текстовым ответом, ну, открытый вопрос. Вот. Здесь, по-моему, предусмотрели, ну, уже практически все, что только возможно. Как здесь работать? Точно так же. Запускаем видео, ставим на паузу в нужный момент и выбираем что-то вот из этих значков. Щелкаем, открывается конструктор, и мы его начинаем заполнять. Конструктор здесь тоже похож, поэтому все 17 вопросов я показывать не буду, покажу парочку, наверное. Вот, пожалуйста, самый простой вариант. Нам нужно добавить текстовый комментарий в нужный момент видеоролика. Я нажимаю на кнопку «Текст», и вот такой конструктор мне предстоит заполнить. Во-первых, я указываю время показа. Вот здесь выставляется оно автоматически в первой графе. Это время, когда появится моя текстовая надпись, мой комментарий. Он будет появляться прямо поверх видеоролика. А это когда текстовый комментарий исчезнет. То есть, если посмотреть, на 10 секунд он будет появляться. Если нам этого мало или этого много, мы вручную можем выставить любое другое время. Желательно поставить галочку «Остановить видео», чтобы участник не отвлекался и мог почитать то, что здесь написано. Далее. Текст можно показывать как кнопочка. То есть, она такая ненавязчивая, по экрану появится кнопка, и на нее нажмешь, откроется текст. Либо мы можем сразу же, без предупреждения, показывать текст в виде постера. Появляется окно поверх видео, и в этом окне будет наш текст. Собственно, обязательное поле для написания текста. Внутри текста можно вставить гиперссылки. Ну и немножко поиграть со шрифтами. И после этого нажимаем «Готово». Все. Собственно, конструктор готов. Все поля, которые нужно обязательно заполнить, отмечены красными звездочками. Остальные по желанию. И вот таким образом мы каждый элемент, ссылка также добавляется, картинка загружается с компьютера. Все вот примерно в таком духе. Ну вот, пожалуйста, картинка. Те же самые поля. Время показа, остановка видео, показывать картинку как кнопку, или сразу ее открывать на весь экран. Загружаем картинку с компьютера. Ну и обязательно нажимаем на кнопочку «Готово», чтобы она добавилась. И таким образом, шаг за шагом, мы наполняем наше видео нужным контентом, заданиями. Это викторина. Самый простой вариант – выбор одного ответа из нескольких. Здесь все на русском языке, поэтому здесь все достаточно будет просто. Вписываем вопрос. Варианты ответов. Первый должен быть обязательно правильным. Сервис потом все перемешает. Вот, мы можем добавить один вопрос, а можем добавить сразу нескольких. Целую серию вопросов, например. Особо здесь ничего украшать не нужно. Здесь просто нет опции для добавления каких-то картинок, там, еще каких-то украшательств. Здесь просто в виде текста. Вот таким образом все викторины здесь добавляются. Просто и довольно эффективно. Что еще? Я говорила о перекрестке. Это вот самый прыжок во времени. Здесь немножко по-другому конструктор устроен, но выглядит вот так. В нужный момент мы ставим на паузу, выбираем этот самый перекресток и предлагаем участникам сделать выбор. Ну, допустим, какой-то вопрос ответить. Текст вопросов мы вписываем в первое поле. Ну, и дальше у нас два выбора. ЧОИС-1 и дальше будет ниже еще ЧОИС-2. Допустим, два. Если у нас три варианта ответа, то, соответственно, и выбором будет три. Ну, хотя бы два. Первый, допустим, правильный будет у нас ответ. И тогда мы перейдем по видео в следующий фрагмент, в следующую секунду. К сожалению, секунды здесь придется вручную ставить. Здесь нет ленты времени. А если у нас ответ был бы неверный, то мы бы, например, вернули зрителя назад. В предыдущий фрагмент видеоролика, чтобы он еще раз посмотрел внимательно, еще раз ответил на вопрос. Вот таким образом здесь реализуется вот эта опция скачка во времени. Обязательно сохраняем через кнопочку «Готово». У сервиса удоба не очень удобный вариант, что здесь нет автосохранения. Мы как-то немножко сбаловались, привыкли, что во всех сервисах есть такие кнопки, которые автоматически все сохраняют. Вот удоба этого и нет. Вот. Если нечаянно что-то рукой махнешь и закроешь, то, к сожалению, все исчезнет. Поэтому обязательно сохраняемся. Часть готова. Далее. В конце нашего видеоролика сервис предлагает так называемое подведение итогов. Можно этот шаг вообще пропустить, он не обязателен. Но если вдруг захочется, то это работает так. Это такая викторина по итогу просмотра всего видео. То есть вы собрали все вопросы со всего видео и решили в самом конце осчастливить участников такой викторины. Называется это викторина «Выбери правильное утверждение». Придумываем задание, какой-то вводный текст, ну и список утверждений. Одно из них правильное, первое, остальное неверное. Здесь есть возможность еще и подсказки добавлять, если что. Вот. Это такой опросник по завершению просмотра. Он обычно всплывает на... Когда до конца просмотра осталось 3 или 4 секунды. Вот. Такой опросник появится на экране. Таким образом, вы можете проверить, как участники усвоили информацию, полученную из видео. Что касается статистики. Статистика здесь будет анонимная, потому что никто не просит представляться. И если участник не зарегистрирован в УДУБе, в сервисе УДУБа и не авторизирован, то вы можете увидеть только количество просмотров и по каждому просмотру увидеть, сколько баллов набрал участник. Каждый правильный ответ здесь начисляется один балл. Вот. Вот. Поэтому здесь УДУБу лучше использовать для самопроверки, для... Когда участники сами себя проверяют, сами играют. Еще у этого сервера есть дополнительная возможность добавлять закладки. Так называемая навигация внутри видеоролика. Если он длинный, вы можете составить список фрагментов и добавить на каждый фрагмент закладочку. Так участник может быстро найти нужный фрагмент и его посмотреть. Заканчивая этот блок, назовем его так, еще один интересный сервис, он кардинально отличается от всего, что мы видели до этого. Это сервис, который позволяет вокруг видеоролика создать целый видео урок. Такой вот методически разработанный видео урок. Называется сервис TED-Ed. Может быть, вы слышали о нем. Это сервис, который на своем сайте собирает интересные анимационные, ну, в своем это, работы, мультики, которые создаются аниматорами и учителями в связке. Образовательные мультфильмы. Это хороший ресурс, кстати, для учителей английского языка. Видеоролики на английском. Их можно показывать на уроках английского. Там есть и про Рождество, и про Ромео и Джульетту. В общем, тут огромное количество видеоресурсов. Более того, они все разрешены для повторного использования. И мы можем на основе этого видеоролика создать свою работу. Эти видеоролики есть в интернете. Я их нашла на канале YouTube. И добавила внутрь этого сервиса. Сюда можно загружать свое видео с YouTube. И создавать тоже видео уроки на основе своих собственных видеороликов. Два ролика я вам в чат отправила. Давайте смотреть, как здесь все работает. Для начала загружаем видео с YouTube. Но все задания и все упражнения, которые мы будем предлагать, они не встраиваются внутрь, как до этого было. Они просто прикрепляются рядышком. То есть участник может сначала посмотреть все видео, а затем ответить на вопросы. Или смотреть и параллельно отвечать. Тут два варианта развития событий. Итак, загружаем видео, даем ему название, описание. Дальше раздел, там нужно идти по разделам. И вот первый раздел называется Sync. Подумай. В раздел Sync мы вставляем викторины с выборами. Либо это будет открытый вопрос, либо это будет вопрос с выбором одного или нескольких ответов. Ну вот так это выглядит. С левой стороны у меня вопрос с вариантами ответов. Правильно я отмечаю зелененьким. Вот вопрос, варианты ответов. Все здесь очень просто. Заполняем, сохраняем. А это у нас открытый вопрос, где мы вписываем просто сам вопрос, а участники уже будут на него отвечать. Тут сразу нужно сказать, что сервис требует регистрацию. И если вы хотите, чтобы просто участники поотвечали без всякой регистрации, то лучше использовать вот этот вариант с вариантами ответов. Потому что как только участник захочет что-то написать, его попросят зарегистрироваться. А отвечать на викторину можно и без регистрации. Дальше. Дальше здесь раздел есть DIC-типы. Это дополнительная информация по теме. То есть это те самые комментарии, которые мы раньше вставляли внутрь видеоролика, а сейчас есть для этого отдельный раздел. Копни поглубже, если так перевести на русский язык. Здесь можно вставить текст, внутрь текста ссылки на какие-то веб-ресурсы, картинки можно добавлять. И обязательно сохраняем. Это для дополнительной информации. Есть раздел Discussion, Дискуссия. Здесь мы можем задать тему дискуссии, описание, что требуется от участников, и дальше дать свободу действий. Для дискуссии тоже придется зарегистрироваться. Но там вы можете организовать обсуждение этой проблемы. Прямо рядышком с видеороликом. Ну и, наконец, последний раздел. Называется 8 and Finally. И в заключении. Это у нас такой вывод. Это может быть список источников по теме, гиперографический список, какие-то другие дополнительные источники информации. В общем, все, что вы захотите сказать в конце видеоролика. Ну, в данном случае я сюда поместила ссылку на веб-ресурс, где можно получить дополнительную информацию по теме. Например, сохраняем этот видеоурок. Здесь это называется видеоуроком. Получаем ссылку. И ссылкой можем делиться с участниками. Здесь, с одной стороны, все так миленько и простенько. А с другой стороны, если вы хотите организовывать дискуссии, давать там какие-то задания для общения, то участникам нужно будет зарегистрироваться. Это что касается довольно объемного блока с вопросами и заданиями. На самом деле, еще больше есть сервисов. Я вот самые-самые выбрала. У меня тут еще списочек под рукой лежит. Там еще десяточек примерно таких же инструментов. Я когда-нибудь со временем со всем этим разберусь и сделаю более подробную подборку вообще всех инструментов, какие только знаю. Ну, и осталось у нас последний на сегодня сервис. Это когда мы хотим создать видео с возможностью выбора сюжета. В зависимости от того, какой выбор сделает участник, как ответит на поставленный вопрос, видео будет развиваться по определенному сюжету. По сути, это называется ветвящийся сценарий или квест. Кому как больше нравится. К сожалению, технологии довольно дорогостоящие. Естественно, будем говорить прямо, сервисы платные. Единственный инструмент, который я нашла более-менее с бесплатным тарифом, называется Adventure, от английского Adventure, приключения. Как здесь все работает? Нам нужно загрузить видеоролики с компьютера. Здесь YouTube не нужно. Мы можем загружать напрямую со своего компьютера. Но заранее, перед тем, как создавать вот такую вот цепочку событий, нам нужно эти видеоролики, во-первых, создать, найти и придумать сюжет. Самая главная здесь сложность – это в придумке сюжета. Давайте я на пальцах объясню, как это работает. Идет-идет видеоролик в определенный момент. Ну, например, здесь есть такой примерчик. Я вот на основе этого примера вам все буду объяснять. Допустим, идет человек по улице, увидел упавший кошелек. И дальше появляется надпись на экране. Как бы вы поступили на этом месте? Первый вариант – забрал себе. Второй вариант – допустим, отнес в полицию. Там может быть еще больше вариантов, сколько придумается. Но вот в примере их было два. И две кнопочки – отнести в полицию и оставить себе. И в зависимости от того, какой выбор сделает участник, события развиваются по новому сценарию. То есть, допустим, если он отправился в полицию, будет сюжет один. Если он унесся себе домой, то сюжет будет другой. А там дальше может еще ветвиться. То есть, допустим, там уже в полиции с ним еще там спросят, что и как. И дальше пошел еще ветвиться сюжет. То есть, здесь можно делать вот такие вот очень сложные вещи, ветвящиеся, на основе видеороликов. Я вам очень простой вариантик подготовила. Ой, о, пошли шипящих. Это известное правило. Там нужно выбрать, где находится о, о, в корне, в окончании, в суффиксе. И в зависимости от этого появится правило, как писать. Вот. Я попыталась этот сюжет переложить на учебный материал. А здесь можно создавать действительно развлекательные видеоролики с выбором сюжета. Можно даже снимать самим эти сюжеты. Я, например, видела примеры, когда ученики снимали видеосюжет к декаде СОС на свою камеру. Ну, естественно, что это любительская съемка, но тем не менее. То есть, появляется ученик в кадре, там какая-то сценка. Вот. Вам предложили наркотики, что вы будете делать. Там откажусь, там скажу то, скажу это. И следующий видеоролик, там новая сценка, опять ученики разыгрывают и так далее. Ну, вот можно таким образом это сделать. Если возможности технически позволяют, то почему нет? Вот про о, о, после шипящих я тоже сама нарисовала. Мое личное авторское. Ну, давайте посмотрим. Здесь, вот, подготовительный этап здесь самое сложное. А дальше все будет просто. Довольно просто. Загружаем наши медиаролики. Они лучше маленькие, потому что, если длинные видео, никто не захочет до конца его смотреть. Лучше покороче. Загрузили их. А дальше вот на это вот пустое поле мы их будем выставлять и устанавливать связи между ними. То есть рисовать такой ветвящийся сценарий. То есть стрелочкой будем показывать, от какого видеоролика к какому будет двигаться сюжет. Ну, например, вот я добавила три фрагмента. Щелкаю по первому фрагменту, это будет стартовое видео, с него все начнется. Здесь будет завязка нашего сюжета. Щелкаю на значок со стрелочкой. Эта стрелка добавляет связи. Как только я по ней щелкну, появятся в красной рамочке те фрагменты, которые будут выделены, которым я могу добавить связь. Ну, вот, допустим, у меня эти два, они в красный цвет, собственно, и окрасятся. Я просто щелкаю по тому, куда у меня движется сюжет, и соединяю их связями. Поскольку у меня выбор будет альтернативный, то я должна и второй фрагмент тоже. То есть из первого сюжета у меня будет выбор либо такой, либо такой. И мы все три фрагмента должны соединить вот в такую связку. Дальше мне нужны кнопки выбора. То есть вот на первом видеоролике должны быть кнопки выбора и вопрос. Поэтому мы этот вопрос и кнопки выбора добавляем. Вот вверху у меня должен быть написан, например, вопрос. А дальше у меня будет две кнопочки. Первая кнопочка будет вести на видео 1, вторая кнопочка на видео 2. И я эти кнопки рисую прямо вот поверх самого видеоролика. У меня есть форма, куда я вписываю текст. Можно тут же со шрифтом поиграть. Поместить кнопки вперед-назад, вверх-вниз. Сделать их прозрачными. И вот здесь на ленте времени мне нужно найти ту отсечку, когда эти кнопки появятся на экране. Вот ползуночек для этого есть. Вот здесь вот сейчас стоит на пятой секунде. Мне пятая не нужна. Мне нужно, чтобы в конце видео они появились. Поэтому я этот ползунок буду двигать вправо. Все. Можно выровнять надписи. Первое видео обязательно нужно пометить, что оно стартовое. С него все будет начинаться. Ну и все, пожалуй, на этом. Вот таким образом, да, да, каждая кнопочка, естественно, будет прикрепляться к определенному видеоролику, которого мы загрузили. И все, сохраняем. В виде кнопочек могут быть и картинки. Здесь есть раздел Image. И мы можем, собственно, картинку вместо кнопки. Текстовые, придумать еще две картинки. Первая кнопочка Video 1 – это вот первый фрагмент. А вторая кнопочка – это, соответственно, второй фрагмент. Проверяем. Если все так, то сохраняем и переходим дальше. Ветвим сценарий дальше. Бесплатно можно здесь сценарий разветвить три раза. То есть три выбора представить ученикам, зрителям. То есть вполне себе неплохо. И вот таким образом у нас будут связки между нашими видеороликами. Есть здесь еще возможность добавить ссылки на какой-нибудь веб-ресурс. Обычно такие ссылки вставят в конце. То есть сюжетная линия закончена, и нам говорят, что вот дополнительную информацию по теме можно почитать там-то и там-то. Для этого есть такая штука, как прикрепить External Link. Ну, такую ссылочку на веб-ресурс. Здесь очень просто. Просто соединяем фрагменты между собой связкой, а сюда вставляем ссылку саму. И сохраняем. В конце видеоролика есть возможность еще добавить кнопку Restart. Если на русский перевести, то это у нас кнопочка будет посмотреть еще раз. Вернуться назад на первое видео и с самого начала посмотреть. Вот, пожалуйста, что у меня получилось. Это у меня стартовое видео. Это у меня первое разветвление, второе и третье. То есть вот по количеству можем посчитать, сколько мне понадобилось для этого фрагментов. Сюжет вот такой вот будет вполне себе грандиозный получаться. В бесплатном тарифе можно создать два таких проекта. Если вам идея понравилась, то можно попробовать, поэкспериментировать. Это интересно, необычно. И получаются довольно хорошие, привлекательные проекты на выходе. На выходе мы получаем ссылку, код можем делиться, встраивать на сайты, в блоги, как считаем нужно. Вот хороший инструмент для работы. Ну вот она кнопочка Restart, которую я уже заранее сказала. Заключение. Мы с вами обозрели все основные сервисы, о которых я сегодня хотела рассказать. Как всегда, на последнем слайде я собрала обучалки в одном месте. Здесь нет только обучалки по сервису PlayPosted, потому что я ее еще не дописала. Вот она у меня в работе лежит. Я в ближайшее время ее доделаю. А найти ее можно будет вот где-нибудь здесь. Либо у меня в блоге, либо в группе ВКонтакте, либо в канале Телеграм. Как только я это пишу, я сразу ее опубликую и поделюсь. Так что можно там будет найти. Все примеры, которые я в чат отправляла, они тоже зашиты внутри презентации. На слайдах, может быть, вы обратили внимание, есть кнопочки надписи «Пример». Если на них нажать, открыть ссылки, то эти примеры с вами откроются, и вы можете их посмотреть. Презентацию, естественно, можно скачать и использовать ее в работе, если нам необходимо. Вопрос у меня тут появился. Я увидела во вкладке «Вопросы». В каковы условия используются сервисы Удоба? Бесплатная и платная версия. У сервиса Удоба вообще нет платной версии. Он абсолютно бесплатный, работает без ограничений. Количество создаваемых работ тоже никак не ограничено. Если у сервиса были какие-то ограничения, то я по ходу постаралась об этом рассказать. Где что? Где по количеству работ, где по количеству просмотров, где еще какие-то возможности ограничены, я вот постаралась. Более подробно, естественно, информацию можно посмотреть уже в обучалках. Ссылочки я оставила. Так что пользуйтесь на здоровье. Все. На этом немножко задержалась, как обычно. Спасибо вам большое за внимание, за то, что пришли в этот предпраздничный день, за то, что послушали. Надеюсь, информация вам пригодится. Увидимся мы уже в следующем году, в середине января. Запланирован у меня вебинар как раз в продолжении этой темы. Так получается, что у меня какой-то сериал здесь вырисовывается. Следующий вебинар будет как раз посвящен Ютубу и нашей отечественной альтернативе Рутубу. Потому что поступало много вопросов, как работать с Рутубом. В связи с понятными событиями, очень многие хотят перебраться на платформу Рутуб. И были вопросы, как с ними работать. Поэтому я решила сделать такой вебинар из двух частей и про то и про другое рассказать. Плюсы, минусы, недостатки того и другого инструмента. Ну и посмотрим, что и как. Если вопросов больше нет, спасибо вам еще раз за внимание. С наступающим Новым годом. Много всего можно пожелать. Но самое главное, себя берегите. Себя и своих близких. До новых встреч.